Валерий Жиров рыбак со стажем. С удочкой и буром на лёд выходит, как только появляются первые забереги. Никаких спасательных средств с собой не берёт. Считает, что это лишнее. Хотя сам же признаётся, такая обеспечность однажды чуть не стоила ему жизни. Вода вытекает с лунки, я не понял. Только встал и убудет. А лёд тонкий видать. Ну и всё. Надо машиной километр бежать. Риск провалиться в воду не останавливает рыбаков. Рядом с Енисейском на реке выстроился целый палаточный городок. Чтобы собрать улов, люди бурят множество лунок. А рядом, чтобы согреться, разжигают костры. Всё это двойной удар по неокрепшему льду, говорят специалисты. Он запросто может не выдержать такой нагрузки. Опаснее всего рыбачить с кромки. Здесь толщина льда самая минимальная. И если возле берега она составляет почти 30 сантиметров, то здесь, ну, наверное, сантиметров 5. Ежегодно от собственной беспечности страдают десятки рыбаков. Иногда добраться до пострадавших можно только на вертолёте. С завидной регулярностью их снимается от коловшихся льдин и буквально за шкирку достают из ледяной воды. Гораздо хуже, когда всё заканчивается трагедией и приходится вызывать водолазов. К счастью, на этот раз обошлось без жертв. Из-под толщи воды водолаз поднимается без пострадавшего. Ведь это всего лишь учение, на которых инесейские спасатели отрабатывают необходимые навыки. Обычная тренировка. Всё стандартно. Специалисты говорят, запретить людям рыбачить на замерзающих речках невозможно. А вот предупредить их об опасности необходимо. Сейчас главную угрозу для любителей экстремального лова представляет приближающаяся кромка ледостала. В связи с чем возможны резкие колебания уровня воды в инесее. Уже окрепший лёд может дать трещины и отойти от берега. Чтобы не оказаться в ловушке, они рекомендуют внимательнее следить за информацией МЧС и не рисковать собственной жизнью. Андрей Давыдов, Динар Салимов, Инесей. Новости.